Турецкий язык. Урок номер 27. Широкое время. Генищ заман. В сегодняшнем уроке мы изучим широкое время турецкого языка. В некоторых обучающих материалах по турецкому языку это время еще называют настоящим будущим временем. Но я предпочитаю в изучении турецкого пользоваться оригинальными терминами турецкой грамматики и поэтому буду называть генищ заман широким временем. Что такое широкое время? Если мы вообразим себе шкалу времени, на этой шкале у нас будет настоящее время и действия, которые мы совершаем в данное время, прошедшее время и действия, которые мы уже совершили и будущее время с действиями, которые мы будем совершать. А широкое время включает в себя все времена и настоящее, и будущее, и прошедшее. В основном это действия, которые регулярно или периодично повторяются или действия, которые не зависят от времени. Например, регулярные действия. Я просыпаюсь каждое утро в 7 утра. Это действие, которое повторяется из-за дня в день, и поэтому оно не связано ни с прошедшим. То есть оно будет у нас и в прошедшем времени, оно и в настоящем, если я сейчас просыпаюсь. И завтра тоже я буду просыпаться утром в 7 утра. Или, например, я завтракаю каждое утро в 8 утра. Это тоже действие, которое на протяжении долгого времени, широкого времени повторяется. Или, например, я иду на работу в 9 утра. Или я каждый день иду на работу. Действие, которое повторяется все время. Или, например, в будние дни я работаю. В предложении используется как раз в широком времени. То есть я работаю не в данный момент, а все время, в будние дни, на протяжении долгого времени я делаю это действие. Или такие действия, например, я боюсь собак. Я боюсь не в данный момент, боялся не в прошлом и не в будущем, а я боюсь. Это действие не зависит от времени. Или миньоны любят бананы. Они любят бананы все время. Действия, которые относятся к широкому времени. Или периодичные действия, такие как, например, каждые выходные мы всей семьей смотрим телевизор. Это действие, которое периодически повторяется, например, каждую неделю. В турецком разговорном языке широкое время очень часто используется. Поэтому это время нужно изучить и правильно его использовать. Аффикс широкого времени имеет несколько вариантов. Он может быть просто буковкой Ре, может быть двух аффиксным по большой гармонии гласных, Ар и Эрь. И может быть четырех аффиксным по маленькой гармонии гласных. И у нас будут четыре варианта Ир, Ирь, Ур и Ирь. Теперь посмотрим подробно. Аффикс просто буковка Ре. Мы используем, если корень глагола заканчивается на гласную букву. Например, ойномак играть. У нас здесь корень глагола ойна заканчивается на гласную, поэтому добавляем Ре и получаем ойнар. Будет переводиться как играет. Теперь посмотрим, когда мы используем аффикс широкого времени, который имеет два варианта Ар и Эрь. И мы его используем по большой гармонии гласных. Если в последнем слоге идет гласная у нас А, У, О или У, значит используем аффикс Ар. И если гласные буковки Э, И, Ё или Ю, используем аффикс Эрь. Этот двухвариантный аффикс Ар и Эрь мы используем, если корень глагола заканчивается на согласную и состоит из одного слога. Например, ябмак делать. У нас корень яб, он односложный, значит добавляем по большой гармонии гласных аффикс Ар и получаем япар. Бакмак смотреть. У нас корень односложный бак, получаем бакар. Сильмек, силь. Один слог, значит добавляем по гармонии Эрь, получаем силиэрь. Гитмек, добавляем Эрь, так как у нас тоже один слог, и получаем гидер. Здесь нужно не забывать, что иногда бывает у нас озвончение. Например, в глаголе гитмек у нас буковка Т озвончается на буковку Д и получаем гидер. Таких глаголов не очень много, но они есть, их нужно запоминать. Вообще глагол гитмек, например, уходить, очень часто используем, поэтому вы легко запомните, что у нас не гидер, а гидер. Юзмек, односложный, юз, добавляем Эр, получаем юзер. Этмек, эдер. Видите, здесь тоже у нас идет озвончение, и буковка Т меняется на Д. И этот глагол тоже очень широко используемый, поэтому вы его легко запомните. Этмек, эдер. Здесь у нас исключение составляет 13 глаголов, которые тоже у нас являются односложными, то есть один слог. Но при добавлении аффекса широкого времени мы добавляем не двух-вариантный аффекс АР и ЭР, а четырех-вариантный аффекс, который у нас добавляется по маленькой гармонии гласных ИР, ИР, УР и ИР. Вот они, 13 глаголов. Конечно же, нужно их просто запомнить, эти глаголы, или выучить. Но я советую прям сильно на этом не зацикливаться, потому что глаголы эти тоже очень широко используемы в обычной речи. Смотрите. Алмак, брать, пельмек, знать, булмак, находить, дурмак, стоять, ельмек, приходить, ермек, видеть, калмак, оставаться, олмак, быть, ельмек, умирать, санмак, думать, воображать, вармак, идти, двигаться, вермек, давать, вурмак, бить. То есть все глаголы такие, которые мы очень часто будем использовать. И поэтому то, что они в широком времени являются исключениями, и несмотря на то, что они односложные, здесь используем четырехвариантный аффикс. Это на самом деле все будет очень легко запоминаться, когда вы будете практиковать в речи эти глаголы. И смотрим четырехвариантный аффикс «ыр», «ир», «ур» и «юр». Мы используем, когда корень слова или корень глагола у нас заканчивается на согласную и состоит более чем из одного слога. То есть не односложный, а многосложный. Добавляем мы аффиксы по маленькой гармонии гласные. Если гласное в последнем слоге глагола у нас «а» и «ы» добавляем «ыр», если «э» и «и» добавляем «ир», если «о», «у» добавляем «ур», и «э» или «ю» добавляем «ыр». Это маленькая гармония гласных. Например, «чалышмак». Корень у нас «чалыш», то есть двухсложный. Значит, добавляем четырехвариантный аффикс и получаем «чалышир». «Отурмак», «сидеть», «отур», два слога, значит «отурур». «Гёстермек», «показывать», «гёстер», два слога, получаем «гёстерир». «Гётурмек», «относить», «гётур», два слога и по гармонии добавляем аффикс, получаем «гётурюр». Здесь исключением из правил есть глаголы. Не знаю, какое количество, но это в основном глаголы, которые состоят из двух слогов. Например, такие как «сейретмек», несмотря на то, что двухсложный глагол, мы добавляем аффикс, который добавляется к односложным глаголам. «Эр» получаем «сейретер», «хисетмек», «хиседер», «кешфетмек», «кешфетер». Но если мы посмотрим, что это за глаголы, это в основном глаголы, которые произошли из двух слов. Например, «сейретмек» это на самом деле «сеирэтмек», но эти два слова у нас соединились, и получился глагол «сейретмек» или «хисетмек». На самом деле «хисетмек», но соединилось, получилось «хисетмек». И точно так же кешфетмек, кешифетмек, но мы их соединили и получился у нас глагол кешфетмек. И как мы здесь видим, все эти глаголы у нас из производного глагола этмек, так как он односложный сам по себе. У нас этмек, эдэр, добавляем двух вариант на аффикс эр, и поэтому вот такие глаголы у нас идут как бы исключением. Если вы смысл поймете, что из производного глагола этмек, то когда у вас будет попадаться этот глагол, то вы легко поймете, по какому правилу нужно добавлять аффикс. Теперь давайте просклоняем глаголы в широком времени по лицам с добавлением личных аффиксов. Вот, например, глагол конушмак. Разговаривать. Мы должны добавлять сначала аффикс широкого времени, потом личный аффикс. Например, И также, когда говорим для онлар, для них, можно говорить просто конушур, безлар. Можно использовать и вместе слар, и в некоторых ситуациях нужно обязательно вместе слар использовать. А можно его опускать безлар, просто говорить «онлар конушур». Есть варианты, когда нужно даже говорить безлар. Но это в практике уже вы поймете различие, когда нужно ставитьлар, когда не нужно ставитьлар. Или глагол мягкими глагол в мягкими гласными «сильмек». Точно так же добавляем аффикс широкого времени и личные окончания. Теперь посмотрим, как мы образуем отрицательную форму в широком времени. Отрицательный аффикс широкого времени, нестандартный, как во всех других временах. Во всех других временах он у нас «ма» и «ме», а в широком времени на самом деле он у нас «маз» и «mez». И только для первого лица он у нас без буковки «зе», просто «ма», «ме», как стандартный, да? Вот смотрите, например, глагол «конушмак». В широком времени, в отличие от всех других времен, мы всегда ставили так. Например, для настоящего времени мы как говорили «конушмак», «конушьорум», то есть аффикс настоящего времени «йор» и потом личный аффикс «конушьорум». А когда мы хотели сделать отрицательную форму, мы сначала после корня глагола добавляли отрицательную аффикс «ма» или «ме», потом аффикс настоящего времени и потом личный аффикс, то в широком времени мы так не делаем. После корня глагола ставим отрицательный аффикс широкого времени, здесь у нас будет он «ма» или «маз», или «ме» или «мез», и уже не добавляем аффикс широкого времени, который не отрицательный, да? «Ар», «эр» или «ыр», «ыр», «ур», «юр» делаем так. Например, «конушмак», «бен», «конушмам». Никакого здесь уже аффикса «ре» или «ар», «эр» или «ыр», «ир», «ур», «юр» нет. «Бен», «конушмам», «сен», «конушмассын», «о», «конушмаз», «биз», «конушмайз», так как «ма» и личный аффикс первого лица множественного числа у нас «ыз», то между двумя гласными добавляем соединительную частицу «е» и получаем «биз», «конушмайз», «сиз», «конушмассыны», «онлар», «конушмазлар» или «онлар», «конушмаз», «безлар», можно и так, и так. Здесь просто нужно запомнить, что везде у нас отрицательный аффикс «маз» и «мез», кроме первого лица. В первом лице у нас он «ма» и «ме», без буковки «з». И также, например, для слова «сильмек», «бен», «сильмем», «сен», «сильмессын», «о», «сильмез», «биз», «сильмеиз», «сиз», «сильмессынис», «онлар», «сильмезлер». Теперь вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы «мы», «ми», «му», «мю», как и во всех других временах. Вот теперь, если мы положительный вопрос хотим задать, значит, глагол «конушмак», опять же, разговаривать. Мы, если хотим вопрос в положительном виде, да, мы, значит, должны глагол сделать положительный, «конушур», потом вопросительная частица и личный аффикс. Получаем «бен конушурмуюм», «сен конушурмусун», «о конушурму», «биз конушурмуюс», «сиз конушурмусунус», «онлар», «конушур», «лар», «мы». Только вот в третьем лице множном числе, как и в других временах, мы сначала ставим личный аффикс «лар», а потом только уже вопросительную частицу «мы». Только в этом различается. И причем можно без «лар», можно просто «онлар», «конушурму» тогда будет. Или «онлар», «конушур», «лар», «мы». И если мы хотим отрицательную, в отрицательном виде спросить, ну, то есть там мы спрашиваем «бен конушурмуюм», «я разговариваю», то здесь мы будем говорить «бен сильмезмием», «я не вытираю». И вот здесь вы тоже должны обратить внимание на то, что личный аффикс у нас здесь соединяется с вопросительной частицей, «мы мимо мю», а не напрямую с отрицательным аффиксом широкого времени. Поэтому здесь и в первом лице, единственное множное число, тоже мы используем отрицательный аффикс «mez», ну, или «маз». И получаем «бен сильмезмиим», «сен сильмезмисин», «о сильмезми», «бис сильмезмис», «сиз сильмезмисинис», «онлар сильмезлерж ми». Да, или «бизлер», получим «онлар сильмезми». Надеюсь, здесь все понятно. Теперь для того, чтобы закрепить материал и посмотреть, когда мы можем использовать широкое время, мы возьмем несколько примеров. Итак, широкое время мы используем, когда хотим рассказать о постоянных действиях, которые не зависят от времени. Например, «Хер сабах кюнещ доар». Каждое утро встает солнце. То есть солнце встает независимо от того, какой у нас день, какой у нас год, оно все время, каждое утро встает. «Хер сабах кюнещ доар». Здесь глагол у нас «доумак», который переводится как «рождаться». И вот когда мы говорим о солнце, у нас в турецком солнце не встает, а рождается. И с аффиксом широкого времени «ар» мы получаем «доар». «Хер сабах кюнещ доар». Следующее. «Кышин карьяар соуколур». Переводится как «зимой идет снег, бывает холодно». «Кышин карьяар соуколур». Следующее. «Чоджук лар хызлы бьюр». Дети быстро растут. Вот здесь, как вы видите, мы не говорим «чоджук лар хызлы бьюр лерж». Хотя можно, в принципе, и так. Но более грамотно будет сказать «Чоджук лар хызлы бьюр». Без лерж. Без аффикса множественного. Лерж. Дети быстро растут. То есть дети растут не сегодня, завтра или послезавтра. Они все время растут. Поэтому используем широкое время. Или «Бен кумпири чок северим». «Я очень люблю кумпир». Кумпир – это такая турецкая еда. Может быть, не турецкая, не знаю. Но в Турции делают и любят. Это когда в печеную картошку уложатся всякие добавки, поливается разными соусами, потом кушается вкусная штука. Вот, например, «Бен кумпири чок северим». «Я кумпир» очень люблю. Я его люблю всегда. Ни сегодня, ни завтра. Поэтому относятся к широкому времени. Следующее. «Деве кушу учмас». «Деве кушу» – это у нас страус. «Деве кушу учмас». «Страус не летает». То есть, страус не летает, потому что он не умеет это делать. И это тоже никак не зависит. Это утверждение, которое не связано ни с каким временем. «Деве кушу учмас». Или мы хотим задать вопрос. «Вампир лярден корк мазмасэнэс?» «А вы не боитесь вампиров?» Так как страх не относится ни к какому времени, мы здесь используем широкое время. «Вампир лярден корк мазмасэнэс?» Также мы используем широкое время, когда у нас бывают регулярные повторяющиеся действия. Ну вот, например, когда человек хочет рассказать о своем графике ежедневно, действие, которое он постоянно повторяет, регулярные его действия, он может использовать широкое время. Вот давайте текст. «Хэр сабах саат алтыда уянырым» «Каждое утро я просыпаюсь в шесть утра, ве я тактан калкарым» и встаю с кровати. «Сонра баню я гидерим», потом иду в ванную, ве душ алырым, и принимаю душ. «Гюзель джеках валты я парым», хорошенечко позавтракаю, ве ище гидерим, и пойду на работу, и иду на работу». Можно так сказать. «Гюнь бою ищтэ чалыширим», в течение всего дня я работаю, «Сонра маркет эгидерим», потом иду в магазин, в маркет, ве алыш вериш я парам, и делаю покупки. «Хэр акшам телевизион очарым», каждый вечер я включаю телевизор, ве хаберлери излерим, и слушаю новости, или смотрю новости. «Я такта уйма дан эндже, мутлака китаб окурум». «В кровати перед сном я обязательно читаю книгу». Вот эти все действия, они регулярные, которые человек выполняет всегда, и регулярно, постоянно, и поэтому здесь мы тоже используем широкое время. Также широкое время используется в сказах, притчах и в художественной литературе. Например, возьмем такой пример, анекдот или рассказ про Ходжана Средина. Вот давайте прочитаем одно. «Махалянин бенджиль касабы гёле дюшерш». «Махале» у нас район, «бенджиль» – эгоист, «касаб» – это мясник, человек, который рубит мясо или продает мясо. «Касаб» – и получаем «Махалянин бенджиль касабы», мясник, который является эгоистом, эгоистичный мясник района, «гёледюшер» – падает в озеро. Сюда «черпыныр» – и начинает барахтаться в воде. «Кёйлюлер» – это у нас деревня или село, и «кёйлюлер» – это как селяне. «Хэмен кошар» – селяне, жители деревни, быстренько бегут к нему. «Элинивер, элинивер де барыдлар» – и начинают кричать, «давай руку, давай руку», для того, чтобы ее ухватить. «Ама адам элини узатмас». Но человек, ну, то есть этот мясник, который упал в воду, руку свою не протягивает им. «Узатмас». «Там гёст гёре-гёре боул ёрки насредин ходжа сесленир». И вот прям на глазах он тонет, и в это время «насредин ходжа», ходжа насредин, сесленир. Сесленир – это значит, ну, крикнет им, людям, которые вот с деревни пытаются его вытащить. И говорит, «Яху, о вермеи бильмес». Переводится как, «Ну, что ж вы, он же не умеет отдавать». То есть этот мясник, так как он эгоист, он не умеет давать. «Эли ми алдиебаорин». И говорит, кричите ему, «Возьми мою руку». Ну, я переводил, как бы дословно, без всяких художественных оборотов. Смысл такой, что человек, являясь эгоистом, не понимает слова «отдавать», что-то давать, только умеет брать. И поэтому, когда они им кричали, «Давай руку», он не давал. Когда скажут ему, «Бери нашу руку», «Держи нашу руку», то он как бы возьмет. И Ходжан Асаддин вот дает им такой совет. Вот здесь тоже используется широкое время, когда рассказывается о какой-то притче. Также широкое время используется для будущих действий. И вот очень часто, именно в разговорном языке, это используется для будущих действий. Например, «Буавтасону пикне гидерис». «На этих выходных мы поедем на пикник». Или «Мы едем на пикник». «Буавтасону пикне гидерис». Или, например, «Чантамы ярын хазырларым». Например, «Я завтра собираюсь или там послезавтра собираюсь куда-то ехать и говорю, «Да, я сумку завтра соберу». «Чантамы ярын хазырларым». Или, например, «Хедьей пенсечерим». «Подарок выберу я». Вот как бы действие, которое в будущем будет делаться. «Саат бещте топланты я парес». «В пять часов сделаем совещание». «Саат бещте топланты я парес». Здесь тоже используем, как «сделаем будущее действие». «Буча кильде нотэр тастиклемес». «В таком виде нотариус не заверит». Или «бу иб букадар аурлы ташимас». «Веревка не выдержит столько веса. Букадар». Здесь тоже действие, которое будет в будущем. То есть в будущем она не выдержит. Если мы хотим какой-то груз повесить на веревку, вот я и говорю, что она не выдержит, если мы подвесим этот вес. Во многой обучающей литературе называют именно вот это настоящее будущее или широкое время. Это действия в будущем, в которых есть сомнения, в которых мы не уверены, что мы их сделаем. То есть когда мы говорим, например, «у автосону пикне гидерис», мы на этих выходных поедем на пикник, это как бы еще не точно. Или поедем, или не поедем. Или «чантамы ярын хазыр ларам». «Я соберу сумку завтра». Как бы соберу, не соберу, я так просто от себя говорю. Это где-то совпадает, но не всегда. Это может обозначать действия, которые я точно сделаю. Просто вот в разговорном даже языке мы часто для будущих действий используем именно это время. И еще мы используем широкое время, когда мы делаем просьбу, приказ или предложение. Посмотрим. Например, «чай и чермисинес». Это предложение. «Вы чай будете пить?» «Чай и чермисинес». Или просьба, да? Я говорю, «банайордым эдермисин». «Ты поможешь мне?» «Банайордым эдермисин». Или как бы приказ, но такой вежливый. «Лютфен сусармисинес». Пожалуйста, не замолчите ли. Или опять же предложение. «Дон дурма алырмис». «Мороженое купим?» Я своим друзьям предлагаю, спрашиваю. «Дон дурма алырмис?» «Мороженое купим?» Или приказываю, но вот так вежливо. «Бурдан гидермисин». Правильно перевести. «А не уйдешь ли ты отсюда?» «Бурдан гидермисин». Или мы говорим «капы капатырмысинес». Как бы, а не закройте ли вы дверь? «Капы капатырмысинес». Не закройте ли вы дверь? Также мы используем еще широкое время в устойчивых выражениях. Например, такие выражения, как «тыщакюля дэрим». «Спасибо». Она у нас в широком времени. Или «ридяй дэрим». «Не за что». Или «пожалуйста». Когда говорят тебе «тыщакюля дэрим», «спасибо», говоришь «ридяй дэрим». «Не за что». Или, например, «башарлар дэлерим». «Желаю успеха». Тоже у нас в широком времени. «Кутларым». «Поздравляю». «Герющурюс». «Увидимся. До встречи». «Озюр дэлерим». «Извиняюсь». «Афедерсинес». «Извините». Это все устойчивые выражения, которые мы используем в широком времени. На этом урок закончен. Надеюсь, для вас было все понятно. Если что-то непонятно, то вы можете спрашивать в комментариях. Спасибо за внимание. До следующих встреч.